Привет всем дорогие друзья и сегодня у нас будет вторая часть всяких плюшек, не плюшек, каких-то особенностей Galaxy S10 в данном случае у меня, но также это все относится к Galaxy S20, допустим, S20 Ultra, ну и так далее. Мы все это рассмотрим на примере Galaxy S10e, который как и S20 получил One UI 2.0 и все эти плюшки есть у обоих телефонов. Начнем с того, что снизу у нас есть вот такая вот штучка, за которую можно потянуть и у нас открывается наша карта, можно приложить палец к сканеру отпечатка пальцев и можно оплачивать всякие покупки и так далее. Это же можно сделать не разблокируя телефон, а просто заблокированного экрана, который вот сейчас у нас погас, можно просто свайпнуть и у нас откроется то же самое. То есть можно делать без лишних движений, то есть не надо вот так разблокировать, потом свайпать, ну если вы в другом меню, то в другом меню его вообще нет. Вы сначала перейдете на главный экран, а только затем уже можно еще раз свайпнуть и у вас откроется карта Samsung Pay и так далее. Думаю, вам будет это полезно. Если, опять же, вы не видели что-то из перечисленного сегодня, пишите об этом в комментарии. Если у вас есть что-то свое, какие-то свои фишки, свои какие-то особенности, которые никто никогда нигде не говорил, можете также писать их в комментарии. Второе, о чем бы хотелось сказать, это о датчике приближения, а именно о том, что здесь у нас, сейчас попробую это показать, нету никаких датчиков, то есть у нас есть фронтальная камера, сейчас надо выбрать какой-нибудь светлый фон, так у меня везде темная тема, я даже не знаю, куда зайти, так чтобы было светлое, ну в Сбербанк зайду. Вот, у нас никакие датчики сюда не поместились, есть только камера. Соответственно, когда вы разговариваете, подносите телефон к уху, то телефон понимает вот это поднесение к чему-то только с помощью камеры. Работает это, честно говоря, не очень, в том плане, что, допустим, зайдем в Инстаграм, зайдем к вот этому человеку, к этому фотографу, можем, кстати, даже чекнуть его профиль сразу. Вот этот человек, это Виталий, на его канал я оставлю ссылку в описании, либо можете найти по названию, вот название его канала. Начинающий фотограф, который делает очень годные снимочки, если вы из Украины, можете писать ему насчет всяких фотосетов и так далее. Опять же, у него есть много различных видосов на различные темы, ссылочка в описании, переходите, подписывайтесь. А я о чем хотел сказать, это найти какие-нибудь аудиозаписи, которых, по-моему, с ним у меня как раз таки и нет. Сейчас я вам всю переписку уже спалю. Ну вот, допустим, 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 вот здесь. Вот здесь у нас есть аудио, да, опять же, бесплатная реклама чьей-то страницы в Инстаграм. Допустим, включаем аудио, но я не буду его делать громко, это вам не надо. Подносим телефон якобы к уху, ничего не происходит, точнее, наоборот, сейчас получилось то, что ухо к телефону поднеслось. То есть, если поднести сам телефон, то тогда он погас, но он погас не из-за того, что его поднесли именно к уху или к чему-то там еще, я не знаю, а из-за того, что вот такое вот движение, которое вы делаете, и вот экран тухнет. Я надеюсь, вы успели это заметить. Как бы в Инстаграме это реализовано за счет вот такого жеста, такого движения, поэтому иногда бывает неудобно, когда вы там с кем-то общаетесь, потом вас отвлекли, позвали, еще что-нибудь там случилось, вы так положили телефон на стол, из-за этого он среагировал вот этим, с этим движением, и у вас началась запись аудио, которую вы потом можете там случайно отправить. Ну, короче, может быть, неудобно вот это будет. Лично мне это неудобно, может, для вас это не проблема. А так, в других приложениях, допустим, ВКонтакте, я не знаю, каким образом, сейчас опять я выберу какую-нибудь переписочку, где есть всякие разные аудио, вот, нашел аудио. Здесь уже он работает как бы за счет поднесения, но, во-первых, это не всегда работает, во-вторых, иногда, когда ты убираешь, там все продолжает как бы разговаривать и так далее, то есть он не реагирует в обратную сторону, он не загорается экран, звук не воспроизводится через динамик, и, соответственно, тоже как бы такое своеобразное неудобство. Единственное, где это работает более-менее адекватно, это в звонках, и то иногда поднося телефон к лицу, сначала может сработать что-то на экране, а уж потом погаснет экран, как бы тоже может что-то неудобное получиться. Третье, что я хочу вам показать, это поворот экрана, а именно поворот экрана не вот этот, который у нас здесь сейчас заблокирован, вот, вы можете увидеть, так, фокус, 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 фокуса нет. Вот здесь у нас поворот экрана сейчас включен, то есть все у нас переворачивается, надеюсь, что переворачивается, давайте зайдем куда-нибудь, куда можно зайти, и куда можно зайти, так, чтобы вам не палить, зайдем на YouTube, переворачиваем, все переворачивается. Когда эта функция выключена, тогда можно перевернуть, ничего как бы не изменится, но вот здесь в углу появляется вот такая вот штучка, вот она, давай еще раз, сработай, пожалуйста, сработай, давай, не выпендривайся, вот, и нажав на эту штучку, вы можете перевернуть экран. Он останется в таком положении, даже если вы перевернете обратно, то есть случайно это никак не сработает, все будет как бы нормально. Опять же, чтобы перевернуть обратно, нужно повернуть, он уже в другом углу появляется, этот значок, эта кнопка, и вы на нее нажимаете, и у вас все обратно становится. Сейчас я попробую это показать, вот. Вот такая вот функция, которая сначала даже была не особо заметна, во-первых, во-вторых, я даже не знал, как ей пользоваться, ну, что это такое, и вообще не тыкал, потом решил тыкнуть, ну, не знаю, иногда это удобно, иногда нет, просто лично у меня по умолчанию вот эти функции, ну, такие как поворот экрана, они у меня всегда выключены, потому что я часто там лежу на боку, смотрю, листаю, и мне не надо, чтобы что-то у меня там повернулось. И, наверное, последнее, о чем я вам скажу, то, что сегодня покажу, это уведомления на заблокированном экране, а именно то, что они появляются вот такими маленькими значками, не особо напрягают, и как бы вы всегда знаете то, что вам пришло какое-то сообщение, допустим, сейчас оно пришло из Телеграма, но нажав на него, мы можем увидеть подробную информацию, то, что очень удобно, и, кстати, это тоже можно настроить, то есть будет ли здесь видно, виден сам текст, либо ничего не будет видно, либо только имя, ну, и так далее, все это можно настроить, и это тоже такая незаметная фишка, которую не все замечают, то есть у меня много знакомых пользовалось таким образом, что они думали, ну, вот только вот этот значок есть, и все, как бы, если на него нажать, ничего не будет, но на самом деле у тебя вшире открывается, также отсюда можно, как бы, нажать, чтобы ответить, он попросит разблокировать телефон, ну, и дальше вы можете ответить. В общем, если для вас хотя бы одна из этих фишек была полезна, если вы пользуетесь Galaxy S10, S20, S30, то пишите об этом в комментарии, всем спасибо большое за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok